Ну здравствуйте! Меня Женя зовут, я графический дизайнер и художник. Это мой авторский проект Жукографика. Я тебя поздравляю с наступающим Новым Годом! Новый Год это пора, которая вынуждает подводить итоги, потому что как бы так принято, что в общем с понедельника начнем так сказать. Итоги я подводить буду на Патреоне. Подписывайтесь на Патреон всего за 2 бакса в месяц, и вы будете получать от меня видео уроки, курсы. Все вам будет доступно от меня бесплатно за 2 доллара. Там будет выпуск с итогами этого года, который вот такой. А на следующий год я строю наполеонские планы, и вот их итоги я, конечно, публично подведу. Делаю я это, чтобы, опять же, для себя скорее в первую очередь, чтобы видеть, что я людям наобещал, и чтобы это меня подстегивало. Собственно, это одна из причин, по которой я веду канал, чтобы меньше прокрастинировать и больше заниматься любимым делом. А то все оправдание да оправдание ищу. Хватит это терпеть, пора действовать. В общем, заговорился я опять, как всегда, и это видео про мои планы на 2022 год. И еще небольшое лирическое отступление. Вот вы заметили вот это? Я сейчас не в фокусе. Как-то так, наверное, я буду в фокусе. Эту футболку мне подарил мой дорогой друг на Новый год, Ваня Павлов. Прекрасный поэт, творец, автор песен, инженер и вообще молодец. Автор нескольких сборников стихов, в одном из которых мы с ним посотрудничали. Я рисовал иллюстрации. И, надеюсь, Ваня, к очередному сборнику ты снова обратишься ко мне, потому что у меня теперь появился свой фирменный стиль, и мы можем сделать еще больше классных, интересных, нестандартных вещей. Ты любишь оригинальность, минимализм. Я все это тоже люблю. Общий язык мы найдем. Оставлю в описании ссылки на Ваню. Почитайте, посмотрите. Очень интересный молодой человек. Так что вот, Ваня, спасибо за футболку. Я в восторге. Сижу, я, наверное, с ней спать буду. И вообще по жизни двигаться. Вот теперь точно мы все победим. Всех и всех. Итак, планы на 2022 год. Сейчас мы быстренько все пробежимся. Я их всего 10 выписал себе в телефон. Сейчас по полочкам быстро все поясню. По каждому. И расходимся Новый год праздновать. Первый пункт. Художник, как и любой артист, должен давать результат какой-то. Видимый, ощутимый, осязаемый результат своей работы. То есть, если певец записывает много песен, но не выпускает и никто их не слышит. Соответственно, какой же он нахрен певец? Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа танкист. Надо выпускать продукт. Поэтому цель на 2022 год нарисовать больше 20 картин полноценных, готовых к любой выставке, к любому мероприятию. Чтобы, если что, Женя, да, ты такой, да, и отправил все. Ну, то есть, за год 20 картин, я думаю, это реально. И по деньгам подъемно, в плане краски, холстов и тому подобное. Ну, и по количеству, я думаю, даже больше 20 можно. Будет сложно, и пока страшненько эту цифру осознавать. Но это необходимость, если я хочу двигаться в этом направлении. Это поднимет и уровень развития при работе с материалами. Ну, и в целом пополнит запас, в случае чего, стратегический. Так что 20, больше 20 картин, 20 или больше картин за 2022 год я хочу нарисовать. Пункт номер 2, который я бы очень хотел выполнить в новом 2022 году, это результат того рисования, чтобы не просто так все, товар нужно показать лицом. Делается это на выставках, фестивалях, ярмарках, так далее и тому подобное. Такой тип мероприятий мне нужно провести в этом году 3 штуки или больше. В общем, надо показать свои работы. Желательно засветиться на выставках, я так думаю, чтобы люди туда ходили и смотрели. И надо как-то это сделать оригинально, чтобы люди говорили, вот этот мальчик молодец. Надо его поддержать. Так что вот, хочу поучаствовать в трех или более выставках за 2022 год. Думаю, тут все понятно, пояснять больше нечего. Третий пункт плана. Я мечтаю сделать бесплатный курс по креативному мышлению, по тому, как быть творческим человеком, как заниматься настоящим творчеством, как принимать грамотные креативные решения. Я на этой теме немножко повернут и хочу делиться и развиваться в этом направлении. В общем, все, что я буду узнавать, хочу оформить по полочкам и преподнести заинтересованным людям. То есть, это прям будет на Ютубе бесплатный курс. Сколько количество уроков, я не знаю. Но, в общем, с начала 2022 года я начну заниматься этим. И по ролику будем двигаться к какому-то полноценному курсу. То есть, если я сформировал какую-то тему, я ее записываю, выкладываю и сую в плейлист какой-нибудь про то, что я писал. Так что за год хочу сделать полностью бесплатный курс по креативному мышлению, чтобы люди занимались творчеством. Потому что креатива на самом деле мало. В основном все готовые шаблонные решения предлагают по любому вопросу. Вообще по любому. Есть даже курсы про то, как продавать курсы. И все это описывается какими-то готовыми решениями. Но чтобы быть креативным человеком, надо от этого отходить. И чтобы это было более как-то сформировано в голове правильно, я хочу этим заняться и с вами этим поделиться без каких-либо там... Помимо всего прочего вышеописанного, четвертый пункт плана. План Капкан. Так как основная моя деятельность пока что графический дизайнер, в художника я еще только пока мутирую, основной вид заработка тоже идет с графического дизайна. И чтобы повысить свой ценник, повысить свой статус в этой области, в общем, показать людям, какой я хороший дизайнер, надо оформлять проекты. То есть точно так же, как с картинами, которые должны быть у художника, точно так же у дизайнера должны быть реализованные проекты. Хотя бы даже вымышленные. Я про портфолио говорю. За год я хочу на Behance выложить 10 работ. Сейчас там лежит одна нормальная и, в общем, должно быть, ну, 11-12 в итоге к концу следующего года. Считают хороший результат, вообще бешеный. В месяц по работе надо делать. Но это реально. И вот такая цель. Я по счету сбился. Следующий пункт плана, так как мое творчество подразумевает не только рисование, а ну еще и какой-то процесс визуальный, и музыкальный в том числе. В общем, все это хочется объединять постепенно и растить во что-то презентабельное, красивое. Я про рисование под музыку говорю. И чтобы побороть всех своих демонов, страхов и их же с ними, я хочу, мечтаю даже, я бы сказал, и очень этого боюсь, хочу на оживленной улице моего города Ярославль сделать живое выступление. В общем, в лучших традициях арбатских артистов принести музыку, принести холсты там или не знаю что. И полтора часика порисовать, поразвлекать народ. Возможно, даже получится снять об этом какой-то сюжет для канала. Так что это примерно я планирую на лето, потому что надо подготовиться, надо все продумать. И вот летом в хороший погожий день, радостный для всех, вечерком, когда солнце не в зените и уже приятная прохлада обволакивает крыши домов. В общем, хочу сделать живое выступление. И еще один пункт плана, который касается моего творчества. Я хочу записать какой-нибудь полноценный клип. Не знаю, насколько профессиональный и вылизанный. Возможно, это все будет сделано на коленке. Но, в общем, хочу, чтобы была моя музыка, моя песня, мое рисование и мои танцы. И все это зафиксировано на камеру. Классно, смастеренно, весело. И чтобы это было, вот, лежало на ютубе у меня на канале. Чтобы вот, смотрите, что я могу. Просто демонстрация способностей, так сказать. Ну, в общем, хочется, чтобы был у меня такой ролик, который показывал бы все мои любимые занятия вот в одном каком-то таком сюжете. С творчеством, в принципе, все. Думаю, уже, мама, не горюй. Мама, не горюй. В принципе, все реально. Если не заниматься херней всякой, а действовать, а действовать, понимаете? Вот. Но, чтобы действовать, нужно отдыхать, вдохновляться и быть в тонусе. Поэтому есть у меня такой пункт плана, как посетить за год минимум три новых места. Неважно, это новый город, новая страна, не знаю, может, еще что-то. Ну, в общем, хочется увидеть что-то незнакомое. Выйти из четырех стен квартиры и посмотреть, как другие люди в других местах живут. Идеально-то, конечно, бы куда-нибудь сгонять в заграничное что-нибудь, чтобы на другую культуру посмотреть. Это больше впечатлений дает обычно. Хотя откуда мне знать? Я всего один раз за границей был. Так что вот, я думаю, это хорошая цель. Цель правильная. Надо отдыхать, надо вдохновляться, надо черпать в себя другие философии, другие смыслы, другие атмосферы. Так что вот просто находиться весь год в четырех стенах и выполнять вот эти вот пункты плана лютые. Я думаю, после этого года, собственно, все, до свидания. Так что надо вдохновляться. Минимум три места я планирую посетить в следующем году. Так, 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 так. Дальше по интеллекту пройдемся. В этом году я очень мало читал. Неприлично мало читал. Прочитал мало книг. В следующем году я хочу исправиться. Я планирую прочитать 35 книг. В основном это будет что-то, наверное, про искусство, дизайн, графику и вот это вот все. Ну и, конечно, художественные туда надо запихнуть обязательно. Есть уже какие-то планы намеченные. Но вот обязательно 35 книг любой размерности. Вот это будет сложно для меня. Прямо тяжело идет, но читать надо. Во время чтения, конечно, мозги хорошо работают. Это положительно всегда складывается на Телеграм-канале, где я много рассуждаю и пишу. И когда мозг подпитывается новой интересной информацией, сразу там все, косички вьются, все хорошо. И становится жить интереснее. Мозги правильно работают. Я становлюсь внимательней, интеллектуальней. И, в общем, людям со мной сразу становится интересно. И когда много не читаешь, речь вот такая, вот какая-то такая. Это грустно. Надо много читать книг. Вам тоже советую. Надо развиваться. Книги в этом классный помощник. Так, здоровье теперь. Не забываем про здоровье. Следующий пункт плана. Это эквивалент всего спорта за год. И он у меня выражается в пробеганных километрах. В этом году я пробежал определенную цифру. Чтобы узнать, какую именно цифру я пробежал, подписывайтесь на меня на Патреоне. Там будет ролик с итогами 2021 года. И там вы узнаете. В общем, это полезная информация за 2 бакса в месяц. И в этом году я планирую пробежать 500 километров за год. Суммарно. С учетом того, какие перерывы я делаю в беге, 500 километров вполне реальная сумма. С учетом того, сколько я за прошлый год пробежал. Так что реально, но тоже жутковато немножко. Но интересно. Вот это интересно. С этим прямо хочется попробовать победить. Ну и чтобы держать себя в тонусе, чтобы хорошо бегать, придется весь год примерно заниматься спортом. И в общем, вот. Поэтому такой эквивалент я для себя выбрал. Если я буду хорошо себя чувствовать, если я буду постоянно держать себя в форме, то 500 километров мне легко дадутся. Ну и последнее. Вот самое сладкое. Вот то, ради чего, не то ради чего, а то благодаря чему все это вот имеет такой облик, это фотоаппарат. Сейчас это головная боль. Он постоянно выключается, не пойми, что он просит от меня. Он просто не включается иногда. И можно купить какую-нибудь какашку и через год опять копить на новый фотоаппарат. А можно сразу купить хороший. И я вот почитал, поизучал, поисследовал. Хочу Canon M50. Возможно, к нему придется еще объектив со временем докупить. Но на первое время хватит и того, что идет в комплекте. Это хороший фотоаппарат. Он беззеркальный. Он не будет греться. Я даже смогу проводить стримы с ним. То есть машина-зверь. Очень хочется его побыстрее приобрести. Потому что вот это просто ужас. Запись каждого ролика это стресс. Здесь нет автофокуса. Приходится либо людей просить, либо вот двигать сюда холст какой-нибудь. Ну, что-то, что-то, стойку какую-нибудь. На ней фокусируешься. При этом надо, чтобы вот она вот вдоль носа шла. Вот так вот стояла тоже. И дай бог, дай бог. Все это на монтаже потом нормально приемлемо будет. Я даже не знаю, сейчас я в фокусе ли. Потому что у меня нет поворотного экрана, нет автофокуса. В общем, очень тяжело на самом деле. Я не плачусь. Хорошо, что хоть такое есть. Но вот насколько его хватит, я вот уже и не знаю. Так что вот Canon M50. Стоит он порядка что-то 55 тысяч рублей. Я сделал копилочку для себя, куда откладываю деньги. И в которую, мимо проходя которой, вы тоже можете кинуть монетку. Это не попрошайничество, а это, если вы хотите поддержать просто вот, потому что я такой. Недавно, на днях, Борис Владимирович В. скинул еще 500 рублей. Я очень благодарен. В общем, потихонечку копится. Вот такая цель. Это, наверное, самая важная цель для видеоблога. Ребята, вот список моих целей на 2022 год. Очень амбициозно, очень, конечно, так, амбициозно. Я бы сказал совсем. Это четкий, продуманный набор целей. Достижение которых приблизит меня к моей, ну не то чтобы мечте, но к моему удовлетворению творческому. В общем, вот это все надо достигать обязательно, и чтобы двигаться дальше. Вот. Очень интересно почитать, какие у вас есть планы на 2022 год. Если не планы, то цели, если не цели, то мечты. Обязательно напишите в комментариях, о чем вы мечтаете, чего хотите добиться в новом году. Будет очень интересно почитать, и вдруг я чем-то смогу помочь, что-то посоветовать, как-то поддержать еще. С радостью это сделаю, если это в моих силах. Так что обязательно пишите, будем думать, как двигаться дальше. Я все-таки не в подписчиках измеряю YouTube канал, а в живых людях, которые формируются в одну большую дружную команду. Все-таки для меня это очень важно, и хочется формировать классное сообщество. Не вокруг себя, а вокруг творчества. Так что вот, ребята, как-то так, такие дела. Меня Женя зовут. Я графический дизайнер и художник. Этот год подарил мне вас на этом прекрасном YouTube канале Жукографика. Год тяжелый, мутный, вязкий. Вязкий – хорошее слово. В наших силах следующий год сделать взлетной полосой. Красиво говорю от души. Ребята, всех люблю, целую, обнимаю. С наступающим Новым Годом. С наступившим, если ты уже будешь это смотреть в 2022-м. И пока.